Немного представлюсь. Я Дементьева Яна, закончила также фундаментальную прикладную лингвистику, сейчас учусь на МКН, и по-прежнему меня интересует Natural Language Processing. Пока слушала другие доклады, забыла свой, так что будете задавать мне вопросы. Кликер, спасибо. Итак, я хочу рассказать вот про такую замечательную статью. Вы видите, что весьма именитые люди из весьма именитых компаний написали этот крупный обзор на галлюцинации больших языковых моделей, на их причины, на каких этапах можно их отлавливать и примерно как с ними бороться. Ссылка на GitHub дана здесь не просто так, это очень полезный GitHub. Если вас интересует тема галлюцинации языковых моделей, то стоит туда зайти, там собрано вообще все, что упоминается в этом обзоре, и можно все потыкать, посмотреть, перейти. Там огромное количество полезных инструментов, это в принципе полезно и при дальнейшей разработке тех, кто занимается NLP. Чтобы говорить с вами на одном языке, иронично, на русско-английском, хочу ввести некоторые термины. Ну, в первую очередь галлюцинации — это то, что сгенерировала модель, и то, что противоречит либо пользовательскому вводу, либо контексту, который модель сгенерировала ранее, либо известным фактам о мире. Почему нас это может пугать? На самом деле сейчас многие пользователи стали чрезмерно полагаться на языковые модели, поэтому могут быть приняты какие-то решения в реальной жизни с опорой на решение языковых моделей, и это приводит к рискам в реальной жизни. Это не очень хорошо. Все мы слышали какие-то подобные истории. Это было, например, на круглом столе на прошлом DataFest тоже обсуждалось такое. Кто такие вообще большие языковые модели? Я думаю, вы и так примерно понимаете. И так дальше в докладе я их буду называть просто модели или LLM, как удобно. Ну, вот примеров много. Все слышали про NEMO, про ERNI, про BERT. Примерно вот такие. Нужно понять, с кем мы работаем, и не путать галлюцинации с другими проблемами, которые могут возникать в работе языковых моделей. В принципе, ответы могут быть еще какие-нибудь неточные, обижающие и так далее. И это не вопрос галлюцинации, это вопрос скорее каких-то обучающего набора данных, может быть, или там неверного набора данных для дообучения и так далее. О чем сегодня будем с вами разговаривать? Так же, как и в статье, я буду рассказывать примерно про сначала определения, какие у нас в принципе существуют галлюцинации, потом какие существуют бенчмарки и вообще датасеты, по которым мы можем определять наличие галлюцинации, как-то их оценивать. Ну и поговорим все-таки на каких этапах галлюцинации возникают, как их можно поймать за хвост, и откуда у них какие-то причины. Так вот, как я уже говорила, есть три вида галлюцинации. Вот примеры в цветной картиночке можно увидеть. Галлюцинации, противоречащие пользовательским данным, ранее сгенерированной информацией или установленной картине мира. Иллюстрации в статье приведены примерно такие, то есть модель может ошибаться обычно в каких-то точных вещах, вроде имени, времени, какой-нибудь даты и так далее. То есть то, что она, допустим, не знает, в смысле это не входило в ее обучающий набор данных, и теперь она с большой уверенностью генерирует какую-то рандомную информацию, выдает ее нам, и кто-то может на это положиться. Дальше по отдельности разберем типа галлюцинации. Галлюцинации, противоречащие входу, это в первую очередь такой случай, когда противоречие возникает именно между введенными данными и с генерированным контентом. То есть не тогда, когда модель, например, просто не поняла промпт, который ей закинули, или не поняла инструкцию, которую ей закинули, такое тоже бывает, а именно когда возникает логическое противоречие. Допустим, человек ввел какое-то имя Марк, а модель ему ответила, что там другое имя Джон. Я здесь привожу ссылку на статью, в которой есть бенчмарк именно для такого типа галлюцинаций, и там обсуждается, как это можно оценивать. Оттуда же замечательная вот эта картинка про то, как они создавали этот бенчмарк, собственно. Галлюцинации, противоречащие контексту. Тут я тоже даю ссылку на интересную статью. Там обсуждается, как они обнаружали галлюцинации на уровне лексем без анафорических ссылок. Это интересно, потому что многие такой тип галлюцинаций отлавливают по ссылкам или как-нибудь другими способами. И, в принципе, как они собирали свой набор данных под названием Hades, который тоже очень удобен. Можно его использовать в качестве бенчмарка дальше для обнаружения каких-то галлюцинаций, если вы с этим работаете. Часто для того, чтобы собрать такие большие датасеты, используют именно краудсорсинг и данные с Википедии, которые могут быть не очень чистые. Вам нормально меня слышно? А то я слышу шумы. Я могу вообще убрать. Ну ладно. Галлюцинации, противоречащие фактам. Для нас это самый интересный тип галлюцинаций. Дальше больше всего будем говорить именно про них, потому что он самый опасный. Именно он приводит к рискам в реальной жизни, во-первых. И, во-вторых, для него сложно собрать какой-то бенчмарк. Здесь я привожу ссылку на замечательную статью про FactScore. Это статья, где пытаются собрать бенчмарк и эволюэйшн-метрику для фактологичности информации, то есть соответствия знаниям о реальном мире. И, на самом деле, их метрика довольно удобная. Дальше я о ней буду говорить немножечко подробнее. Вообще, какие возможны причины возникновения галлюцинаций? Во-первых, современные большие языковые модели требуют огромных обучающих данных. И из-за того, что данные обучающие огромные, их мало кто может вообще так просмотреть целиком. Никакая команда людей такое не просмотрит. Во-вторых, современные большие языковые модели созданы уже так, чтобы выполнять многие языковые задачи, а не какие-то конкретные downstream tasks. И из-за этого они могут обучиться на каком-то большом объеме данных и не очень хорошо знать какую-то конкретную задачу, которую от нее ожидают в данном случае. Ну и невидимость ошибок, поскольку LLM-ки генерируют очень хорошо структурированные ответы, мы можем просто не заметить, потому что грамматический верный ответ выглядит нормально. Ладно. И как нам тогда оценивать вообще наличие галлюцинации? Это уже третий раздел статьи Evaluation of LLM Hallucination. Конечно, оценку проводили на разных задачах, то есть ответы, которых оценивали на наличие галлюцинаций, решали задачи Question Answering, это в статье Trustful QA и Hallow Eval, на выполнение инструкции, это тот самый Fact Score, про который я говорила, и снова Hallow Eval, потому что они решали несколько задач. Или продолжить текст по промпту, тоже интересная задача. Я думаю, все примерно здесь понимают, что это такое. Интересная заметка, Alpaca Project, если вы занимаетесь, в принципе, обучением по промптам, там есть 52 тысячи инструкций, которые можно использовать для своего обучения. Они очень хорошо размечены, хорошие датасетки. Задачи, которые выполняли большие языковые модели, можно в целом разделить на два типа. Либо они просто генерировали какой-то ответ, который дальше делили на атомарные факты, уже изучающие их ученые, и пытались оценить соответствие фактологичности, либо модели решали задачу выбора из нескольких вариантов ответов, либо решали задачу генерации этих самых нескольких вариантов ответов. Далее увидим. Какие были собраны бенчмарки? Вот как раз статьи, которым я отсылала сейчас. Можете увидеть, какой тип задач они решали, генерацию или разделение, примерно какой размер полученного датасета. Задачи в основном Question Answering или Task Instructions. Ну и, соответственно, метрики, которые они использовали. Самое интересное — это Factscore, потому что это авторская метрика. Остальные — относительно известные нам метрики. Здесь я даю ссылки на две самые интересные, на мой взгляд, статьи, которые далее разберем. Смотрите. Вот HelloEval. Тут ссылка на GitHub, который может быть кому-то очень полезен. И они собирали бенчмарк таким образом. Во-первых, автоматически. У них одна модель выдавала несколько кандидатов ответов, а другая модель — это так называемый GPT-судья. Он выбирал из этих вариантов ответов уже какой-то один, и он считался итоговым правильным вариантом ответа. GPT-судья обучался отдельно, обучался он Relative. Вторая часть датасета собиралась, собственно, с помощью краудсорсинга. То есть просто собирались какие-то ответы от большой языковой модели, и дальше люди размечали, есть там галлюцинации или нет. Можно считать, что это более чистая часть датасета. Trustful.qa. Там большая интересная статья. Говорить про то, как они собрали свою систему, я, наверное, не буду. Но самое интересное, что я там увидела, это то, что чем умнее модель, тем больше она врет. Это интересная такая закономерность. На самом деле, чем больше у нее параметров, тем складнее выглядит ее ответ, но при этом тем больше она почему-то галлюционирует. Они это заметили, провели несколько конкретных исследований. Чем больше модель, тем больше она уверена на уровне логов в своих ответах. Это можно объяснить, если интересно расскажу во время вопросов. Но вот они получили тоже систему, где у них есть свой GPT-судья, примерно такая же, как в предыдущей статье, и достигли точности проверки примерно 90-96%. Это, на самом деле, высокий результат. FactScore, про который я говорила, разделяют полученный ответ на несколько атомарных фактов и вычисляют процент атомарных фактов, подтвержденных надежным источником знаний. В качестве надежного источника знаний используется та датабаза, которую они подключили, собственно. Ну и вот эта их формула FactScore может выглядеть странно, но по факту это ровно то, что я сказала. То есть они разделили на атомарные факты автоматически и теперь просто считают сумму вклада каждого отдельного атомарного факта. Как это дальше оценить? Во-первых, люди могут просмотреть ответы и сказать, галлюцинация это или нет. Во-вторых, можно оценить с помощью модели судьи. Как я говорила, у TrustfulQA введен GPT-судья, у FactScore есть LamaEval или тоже судья. Либо есть оценка на основе правил, то есть при решении задачи выбора из нескольких вариантов берут какую-то обычную оценку вроде точности и оценивают, насколько точный ответ. Но есть и другие методы, например, в статье Factuality Prompt там используется своя собственная оценка, которая усредняет соответствие контексту и соответствие фактологичности. Где мы это можем поймать? Четыре основных источника галлюцинации. Во-первых, большие языковые модели не имеют соответствующих знаний или усваивают ложные знания на этапе обучения или до обучения, особенно до обучения, обсудим потом почему. Во-вторых, модель может быть чрезмерно уверена в себе на этапе оценки своих ответов. Что это значит? Это значит, что тот порог, который должен пройти ответ, чтобы стать действительным ответом, либо он какой-то заниженный, либо модель приписывает чрезмерную вероятность данному ответу. Дальше неученность или подхалимство. Что значит особенно подхалимство? Это так называемое копирование поведения, про которое я поговорю чуть позже. То есть, когда во время файн-тюнинга или любого элемента модель научается повторять ровно то, чему ее дообучили, и в ситуации каких-то новых данных она уверенно выдает сгаллюционированный ответ. Ну и есть рисковые стратегии генерации или hallucination snowballing. То есть, когда модель сгенерировала ранее, например, в диалоге какой-то галлюционный ответ, и чтобы соответствовать ранее сгенерированному контексту, следующий ответ у нее еще более галлюционный. И так она набирает галлюцинации дальше и дальше. Еще раз вспомним картинку, которую я показывала на одном из первых слайдов. Вот примерно на таких этапах. При тренинге SFT это дообучение. RLHF это обучение с подкреплением. И inference это, собственно, момент вывода, определения того, что станет выводом. Вот на таких этапах можем поймать галлюцинации. Итак, при предобучении что можно сделать? Ну, мы можем попытаться вручную или автоматически редактировать корпус, брать какие-то достоверные источники. Но в чем здесь проблема? Вот смотрите, на картинке справа показаны современные большие языковые модели, и какой размер обучающих данных им потребовался. Ну, мне кажется, такое количество токенов не просмотрит никакая команда людей. Поэтому ссылаются на феномен Falcon. Это большая модель с большим обучающим набором данных, который был очищен исключительно правилами и евристиками. И авторы утверждают, что у них получился довольно чистый набор. Вот эта ссылка, она дает доступ к обзору на их датасет и на их модели. То есть это не авторы Falcon, это другой человек написал обзор на них. Мне показался довольно интересным этот обзор. Во-вторых, при дообучении с учителем данные, которые используются уже для дообучения, могут стать веской причиной эгалюционировать модели. То есть они не соответствуют тому, что у нее изначально лежало в весах. Это что-то новое, что она чаще всего именно запоминает, ну в смысле просто запоминает, а не обучается. И из-за этого, оказавшись в ситуации каких-то новых данных, она может загалюционировать ответ. Собственно, это тот самый behavior cloning, от которого нужно избавляться и как это делать. Есть так называемый honest terrain SFT, когда, например, для промпт-обучения просто составляют такие токены в промптах, где в качестве ответа выводится, допустим, я не знаю или что-нибудь подобное, чтобы модель потихоньку обучалась быть, так сказать, неуверенной в своих ответах. Но это нам кажется немного странным. Зачем так делать, если можно обучить просто с подкреплением на основе человеческой обратной связи? Действительно, можно просто дообучать модель, сделав именно такой reward value, который будет больше всего поощрять либо за неуверенные ответы, либо за правильные, больше всего именно за неуверенные, чтобы модель никогда не была излишне уверена в себе. То есть если она ответила уверенно, так еще и неправильно, тогда прямо самое большое ей наказание. А если просто неуверенно и правильно, при этом самое большое поощрение. К чему это может привести? Это может случайно привести к тому, что модель будет вообще всегда неуверена. Например, здесь у модели спросили, расскажи что-нибудь про фильм, она говорит, что это драма, после этого ее спрашивают, какого жанра этот фильм, и она говорит, что она не знает, неуверена. В общем, до такого тоже лучше не доходить. Когда еще можно отловить галлюцинации? Один из самых простых способов смягчения эффекта при выводе ответа, то есть при инференсе. И, собственно, такие методы, как подключи работой, просто реализуемые на выходе, разные алгоритмы декодирования. Но в чем их проблема? Они чаще всего требуют доступа к вероятностям вывода на этапе генерации каждого отдельного токена. И чаще всего, если вы пользовались какими-то большими языковыми моделями, вы видели, что она генерирует какой-то ответ, и все, получите его вот в таком виде, в котором он есть, через какой-то готовый API. И вывести логи не всегда так просто. Собственно, как можно пытаться еще добиться того, чтобы узнать, насколько она уверена в своем ответе? Можно попросить каждый токен подсвечивать, если она в нем уверена, и если она в нем не уверена. Сверху красным подсвечен именно тот токен, в котором модель уверена меньше всего. Во-вторых, можно использовать уже вербализованное обращение к моделям, то есть непосредственно закинуть ей промпт, пожалуйста, подтверди свою уверенность в твоем ответе, на сколько процентов ты уверена. Также можно использовать какие-нибудь запросы типа chain of thoughts, то есть поясни свой ход мысли. Я думаю, все, кто пытался решать домашку с помощью чат GPT, так делал. Кроме того, можно использовать метод, когда на один и тот же вопрос мы пытаемся получить несколько ответов, ну и тогда логично, что тот токен, в котором модель не уверена, он будет меняться, скорее всего. Собственно, этим методом пользуются разработчики self-check GPT. Это замечательный фреймворк тоже для того, чтобы отлавливать галлюцинации. Вот здесь я даю на него тоже ссылку. Это ссылка на GitHub. Советую тоже, если вы пытаетесь отлавливать галлюцинации, посмотреть, что это за классный инструмент. Ну и вот они пользуются последним методом отлавливания галлюцинаций. Что еще можно делать? Можно обращаться к внешним базам знаний. Вот здесь огромное количество статей и то, к каким базам знаний они обращались. Ну мы видим тут всякие поисковые API, Википедия, всякое такое. Как это примерно происходит? Обращаются к внешним базам знаний типа Википедии или какому-то поисковому API вроде Google Search и оценивают фактологичность с помощью внешних инструментов вроде факту или критик. Это самые популярные из оценок фактологичности, по крайней мере, по мнению авторов этого обзора. Собственно, что происходит? Некоторый фиксер собирает дополнительную информацию, проверяет, насколько она сходится с тем вариантом ответа, который выдала изначальная языковая модель. И он, как надстройка на эту модель, уже пытается либо конкатинировать все вместе, либо сравнивать, выбирать наиболее вероятно. Зависит от того, как, собственно, этот фиксер мы с вами построим. То есть в качестве фиксера может выступать также и другая языковая модель. Какие здесь могут быть проблемы? Здесь, во-первых, мы можем из интернета, если мы не очень хорошую базу знаний используем, там могут быть не очень хорошие, собственно, знания, в принципе, любые в интернете. Во-вторых, вот эта надстройка, фиксатор или ретривер, который ищет информацию, может быть не слишком эффективным. И основное — это конфликтующие знания. То есть если у нас из одной базы данных один ответ, из другой — другой, это все пришло на один и тот же вопрос, ну, что тогда делать непонятно, тогда точно вылезет галлюцинация. Собственно, что было в этой статье классного? Множество примеров. Я постаралась дать так много ссылок, как могла. Мне самой очень понравилось. Я прочитала дополнительные статьи, на какие ссылались. И очень полезные инструменты приведены. Я очень надеюсь, что вам это понадобится. Вот. Чего нужно добавить? Ваших вопросов, я думаю. Спасибо. Спасибо за доклад. Очень интересно. Вот все-таки вы сказали, что вам задать надо этот вопрос. Я задам. Вот сейчас у Бондаренко был доклад. Он как раз говорил, что классические модели, при росте модели, они начинают врать сильнее, у них там бес ползет и так далее. А вот типа ЛЛМки — нет, они типа умные. А вы как раз, от вас прозвучал такой обратный аргумент, что чем умнее, тем более уверенно врет. Вот чуть-чуть прокомментируйте, пожалуйста. Может быть, авторы данной статьи смотрели не те ЛЛМки, которые смотрел Иван Юрьевич. Но суть в чем? В этой статье использовался, по-моему, GPT-3. Да, вот здесь указано. GPT-3 разного размера. Ну, он уже можно считать не слишком современным. Оценивается вероятность каждого ответа на этапе токена, а потом просто суммируется и усредняется. То есть когда у нас вероятность, она вообще как высчитывается не только с точки зрения фактологичности, но и с точки зрения того, может ли такой токен следовать за другим, там, грамматически, исходя из обучающей информации. А у нас, в принципе, в обучающей информации, ну, за словом, я не знаю, каким-нибудь, за словом даже является, может стоять огромное количество разных слов, и если оно хотя бы как-то синтаксически согласуется, то уже следующему токену будет приписана, ну, некоторая вероятность. И после того, как мы усредним вероятности по всему ответу, мы получим, ну, хорошенькую такую вероятность просто из-за того, что все грамматически согласовано. Ну, примерно так я поняла авторов. Вот у меня как раз по этому же слайду вопрос. Тут получается, что самая большая модель, она же отвечает, что вот будет 7 лет неудачи, но это же какая-то примета, и то есть это тоже, получается, считается галлюцинациями. Это же как бы не совсем модель наврала, это же есть такое, правда, мнение, и оно могло бы в каком-то контексте быть правильным, наверное. Ну, в плане, что… Я согласна абсолютно. Здесь это приведено даже не как пример галлюцинации, а скорее как пример того, что в принципе может ответить модель с большим количеством параметров, ну и только модель с большим количеством параметров может обращаться к таким вещам, как приметы. То есть обучилась еще и на это. И у меня еще сразу вопрос. В итоге они дают какой-то… делают какой-то вывод по поводу того, на каком этапе все-таки лучше бороться, ловить галлюцинации за хвост? Да. Как сказать, после каждого из этих этапов в статье приведен какой-то вывод, и, в общем, сказано, что и там, и там, и там есть проблемы, но лично я бы оценила на этапе инференса наиболее полезные методы, мне кажется, стоят. Ну, потому что они легче всего реализуемы, что мы можем сделать при притрейнинге или при дообучении, да. Толком ничего, вот пытаться очистить данные и все, а при инференсе уже более какие-то интересные инструменты можно подключать, может быть, можно повысить их эффективность. Ну, как-то, вот. Ну, да, наверное, это интереснее, чем 3 триллиона токенов чистить. Да. Спасибо. А вот там вот, когда ее проверяли на неуверенность, там была, получается, выделялась зеленым, когда она уверена, когда она не уверена. Как это происходило? То есть как они сделали так, чтобы понимать, где она уверена, где она не уверена? Поскольку здесь отвечал тоже GPT, просто они попытались вывести логи, то есть вероятность на этапе каждого токена. Он не выводится. Можно либо попытаться попросить вывести саму модель это, но, как бы, учитывая то, что это все-таки генерирующая модель, я бы не стала доверять ни одному из ее ответов. Поэтому, серьезно, вообще, ну, как-то слишком полагаются на GPT. Поэтому можно пытаться это именно программно делать. Ну, лично я ни разу не пыталась выводить логи у чата GPT, но я подозреваю, что авторы именно так и сделали. Ну, просто вот доклад был. В Яндексе для этого используют асессор, то есть они анализируют, получается, ответ и проверяют не насколько именно сам GPT уверен, а насколько эта информация достоверна. Ну, для этого введены впоследствии инструменты оценки фактологичности. Это отдельная штука. Спасибо за доклад. Яна, спасибо за потрясающий доклад. То есть получается, про галлюцинации мы можем говорить только про какие-то объективные вещи? Чаще всего да. В том смысле, что, как я сказала в начале, у нас галлюцинации — это может быть контент, который противоречит фактологическим знаниям о мире, и это мы уже можем как-то… Ну, вот в основном этому и посвящена статья. Ну, а если оно противоречит там пользовательским данным, которые он ввел, ну, это уже не такая уж и большая проблема, наверное. Если он ввел что-то необъективное, то, с одной стороны, модель может выдать вполне неплохой ответ на необъективный запрос, потому что он будет хотя бы какой-то грамматически верный и по смыслу тоже связанный. Ну, а во-вторых, нас, наверное, меньше интересует просто такой случай. А зацикливание у моделей, получается, не считается галлюцинациями? Ну, по крайней мере, в этой статье не рассматривают? В этой статье нет. Ага. А еще, а что делать, если есть против… Ну, там было сказано про сноуболинг. Что делать с противоречивыми фактами? Именно когда на этапе проверки уже приходят противоречивые факты или когда ответ противоречит, в принципе, у большой языковой модели? Наверное, на этапе корпуса. Что, если корпус содержит противоречивые факты? Даже если они объективные, фактологические и так далее. Все равно же наверняка есть много… Понимаю. Примерно про это и было сказано на слайде, какие могут быть проблемы. Ну, собственно, чистить обучающий корпус, что еще. Для самой модели мы вряд ли сможем что-то выбрать. Единственное, также смотреть вероятностные модели и использовать топ-5. Вот там были инструменты, которые декодеры. Они декодируют, какие были варианты ответов по данному запросу и выбирают какие-то топ-кей, усредняют. Ну, там в зависимости от того, какой алгоритм вы выберете. Можно так смотреть. Наверное, проблема какой-нибудь амонимичности туда же, да? Например, у нас есть люди, которых зовут вот прям одинаково-одинаково. И непонятно же, про какого выдавать информацию. Может засчитаться за галлюцинацию. Да, но проблема снятия амонимии – это же более сложная, комплексная проблема. В этом смысле, мне кажется, тут даже на этапе вывода ни один из предложенных вариантов решения не сможет это решить. Окей, спасибо большое, Ян. Ян, спасибо большое за доклад. Крутые иллюстрации, ссылки. Ну, в общем, все классно. Такой вопрос. Может быть, я что-то упустила, но... Такой момент. То есть, получается, вот авторы статьи, они это все исследовали, перебрали подходы. Я так понимаю, что сами много что сделали. И как они потом это используют в итоге? Ну, то есть, вот они поняли, что так можно отлавлять галлюцинации, например. Это обзор. Это буквально обзор на все, во-первых, бенчмарки по галлюцинациям, во-вторых, методы их смягчения. Сами авторы, я так понимаю, не то чтобы это как-то используют, они даже не сильно сравнивают их. То есть, они говорят, существует вот это, вот это, вот это, и прям по очереди пытаются посмотреть, какие есть подходы. И в конце каждого раздела, который я пыталась указывать в правом нижнем углу, подводится какой-то вывод, что вот, мол, все существующие методы, конечно, неплохие, но они не решают наши проблемы. Ну, и, в общем-то, общий вывод у статьи примерно такой же, что давайте попробуем разработать эти методы дальше, может быть, у нас что-нибудь получится. Кстати, из интересного, на самом деле, проблем больше, чем кажется, потому что если пытаться, например, языковой модели, полуязыковой, полуопределяющей какие-нибудь объекты на картинке, просить найти объект на картинке, то это уже более сложные задачи, и она может тоже в этой задаче начать галлюцинировать. Этому тоже посвящен еще отдельный обзор, ссылку на который я не стала давать. Но, в общем, проблем много, все интересные. Круто. А, мне надо сказать, какой вопрос лучше. Ой. Так, ну, спасибо, что напомнили про галлюцинации языковых моделей разного размера. Мне кажется, это такой закономерный вопрос, особенно в контексте доклада Ивана Юрьевича. За остальные вопросы тоже большое спасибо. Спасибо. Спасибо.